Многие говорят, верую, но в храм не хожу. Это нормально? У них нет постов, у них ничего практически нет. Вот эти люди, которые так заявляют, они похожи на протестантов уже, хотя считают себя православными. И, конечно же, они противоречат даже Евангелию. Если сам Господь Иисус Христос ходил в храм, будучи безгрешным, будучи Сыном Божиим, Он ходил в храм регулярно, как же эти люди-то себя считают выше Христа, чище Христа, более благодатными, более безгрешными, что ли? То есть Господу, он прям даже фраза такая, он в отрочестве пришел в храм Соломона и находился там, и когда родители его там нашли, три дня искали его, он как бы пропал и там остался. Спросили, почему ты так сделал? Он сказал, мне должно быть в доме Отца моего Небесного. То есть Господу Иисусу Христу должно есть быть в храме Божьем, а нам, значит, не должно. Мы что, выше Христа, что ли? Так рассуждаем. Да мы грешнейшие. И нам ли не спешить в эту лечебницу духовную, храм, дом Божий, чтобы очистить свою душу от грехов, чтобы исцелить ее от страстей? Конечно же, это все равно, что раковый больной говорит, а я вот верю, что я здоровый, и никакой хирург мне не нужен, и лекарства мне не нужны. Что с ним будет? Да он погибнет. Он просто будет съеден изнутри раком. Все. То же самое происходит с каждым человеком, который отвергает благодать Божию, таинство Божие, храм Божий, и все учения Божие, которые содержатся в православной церкви, если он это отвергает, он отвергает все эти лекарства. Это же Господь нам оставил как лекарство для исцеления. Больной без лекарств гибнет. Субтитры создавал DimaTorzok